Запись прервалась, давайте продолжим. Итак, я сейчас буду рассказывать о третьем типе тренировки. Третий тип тренировки, как я уже рассказывал вам, о тренировке на статику, о тренировке на динамику. И сейчас я расскажу вам об интервальной тренировке. То есть интервальная тренировка, это тренировка, которая предназначена для тренировки организма, задерживать и удерживать себе СО2 в динамике, на глубине в том числе. То есть это, ну как бы, очень полезный навык, который, в принципе, ты приобретаешь в процессе данной тренировки. То есть ты его развиваешь и совершенствуешь. Итак, давайте сейчас начнем, начну вам рассказывать вообще о ходе тренировки. То есть, во-первых, ну как всегда, это проплыв 500 метров кролем. Проплыв 500 метров кролем в максимально скользящем, расслабленном движении, то есть чисто на скольжении. Причем, вот допустим, сегодня за тренировку я сделал, длина грибка у меня была 2,17 метра, что, в принципе, очень хорошо для скольжения кролем. При длине грибка 2,17 метров, это ты, бассейн, проплываешь за 40 грибков максимум, 50-метровый бассейн. То есть, в принципе, это очень неплохой результат. При этом скорость проплыва у тебя достаточно высокая. Если обратить внимание, допустим, на тех, кто плавает рядом с тобой, для тех, кто плавает рядом с тобой, ты с удивлением увидишь, что ты вот плывешь, ты не напрягаешься вообще, и ты их совершенно порой спокойно обгоняешь. При этом ты абсолютно расслаблен, у тебя вообще никаких особых усилий не прилагаешь, и при этом, говорю, вот такая картина. То есть, ты плывешь достаточно быстро. Это, как еще раз говорю, это контроль за максимальным скольжением, не напрягаясь с максимальной длиной грибка. В процессе данной тренировки я сделал один заплыв 100-метровый с уреженным дыханием. Урежение я делал 4,6. То есть, другими словами, это сначала 4, потом 4 раза 6, потом 4, и вот так вот это вот 100 метров. То есть, это вот тренировка такая была по урежению дыхания. Соответственно, после этого, то есть, я это сделал на 300-х, ну вот после того, как проплыл 200 метров, то есть, я сотку сделал с урежением. И потом, зная, что мне предстоит достаточно серьезная тренировка с погружениями, с интервальной тренировкой, это очень серьезная тренировка. Она требует достаточно серьезной нагрузки. И нагрузки она требует ни хрена, ни меньше, чем, например, тренировка по статике. Когда ты идешь на достаточно большое время. И здесь, поэтому я последние там из 500-ки, последние 200 метров проплыл 2,2. Также на расслаблении, то есть, максимально расслаблено, максимально скользяще. Причем, что, кстати, вот про урежение. При плавании, при урежении дыхания, то есть, в принципе, когда вы не плывете с урежением дыхания, нужно стремиться максимально-максимально, точно так же контролировать длинный грибок, чтобы не было того, что вы мельтешите руками. То есть, получается, что за 6 взмахов, по идее, вы проплываете порядка где-то, ну, 10 метров, что-то вот около этого. То есть, это, в принципе, ну, хорошо. Этот, как его называется. Вот, то есть, картина здесь вот складывается такая. И, соответственно, после того, как закончился начальный этап заплыва, то есть, я пошел уже переодеваться, то есть, одевать уже плавал я сегодня с 3-килограммовым грузом, с 3-килограммовым поясом. Этот, как его называется, 5-килограммов, там 4-7-750 я даже не брал, потому что, в принципе, мне, ну, я знал, что я не буду сегодня, не будет статики. И таскать с собой лишние 5-килограммов груза в сумке, ну, желания особого не было. Тренировка велась в ластах, ластах Атлантик, то есть, этот, а, не Атлантик, а дельфин, то есть, видели синие ласты, ласты для бассейна. То есть, пластиковые ласты, которые я использую для тренировки в бассейне и либо на мелких водоемах при охоте. То есть, здесь, как начиналась тренировка? Тренировка начиналась с следующего этапа, то есть, была поставлена конкретно задача. Задача ставилась следующей. Тренировка велась по на глубине 5 метров, то есть, суть ее такая. Минимальный вертикальный заплыв вниз, 5 метров вниз, выравниваешься около днища, и начинаешь, не толкаясь ногами, начинаешь очень медленно плыть. То есть, медленно, буквально, ты себя толкнул. Стиль плавания дельфин, никаких там маханием ластами не надо. То есть, стиль плавания дельфин, и дельфин очень спокойный и размеренный. Задача, как еще раз говорю, то есть, у нас длина бассейна 22 метра поперек. И задача, которая складывается у тебя, то есть, то, что ты должен делать, это держать себя, вот эти, проплывать 22 метра, желательно, как можно ближе к одной минуте. То есть, это вот, сегодня я плавал где-то от 40 до 50 секунд на 22 метра. То есть, эта вот задача ставилась именно такая. То есть, что ты должен проплывать максимально скользяще, максимально в покое, максимально, не тратя кислород, максимально, вот, чтобы все вот медленно, плавно. То есть, это вот основная цель. После этого ты, соответственно, проплываешь 5 метров. 5 метров проплыл, всплыл. Всплытие производится точно таким же образом вертикально. После этого у тебя идет, дальше начинается интервальная, дальше вот как раз и идет ход интервальной тренировки. То есть, первый раз ты отдыхаешь одну минуту. То есть, вот ты сделал вентиляцию, гипервентиляцию, сделал продувку. Ты ушел, проплыл первую дистанцию. То есть, у тебя получается суммарно, если брать, это 5, 22, 5, это 32 метра. То есть, по идее, ты, по идее, проплываешь, потому что 5 метров ты плывешь вертикально вниз. 22 метра, это вдоль, поперек бассейна. И 5 метров вверх, то есть, 32 метра. То есть, ты проплываешь 32 метра, всплываешь, первый раз у тебя минута отдыха. Минуту отдыхаешь, обратно, ровно минуту, то есть, там контроль идет по секундам. То есть, тебе постоянно говорят, то есть, инструктор постоянно говорит, сколько тебе осталось. Но, вот, первую, допустим, первую часть ты можешь видеть по часам. То есть, тебе говорят, какая стрелка, на какой у тебя должен быть нырок. И предупреждают только за 5 секунд. То есть, там 5, 4, 3, 2, 1, пошел, все. Вот. Точнее, 5, 4, 3, 2, 1, и пошел. То есть, на последней секунде ты уходишь обратно под воду. Обратно у тебя идет вертикальное погружение вниз. Проплыв 22 метров. Проплыв максимально медленно, так, чтобы максим... Задача, еще раз говорю, задача проплыть максимально медленно, никуда не торопясь. То есть, вы плывете вообще еле-еле. Вот, толкнулся ногами, там, допустим, не ногами, точнее, этот, дельфином, ты не толкаешься ногами. Когда ты плывешь дельфином, ноги практически у тебя не работают. Ты работаешь прессом. То есть, ты прессом задал движение, проплыл, проплыл, встал, как ты только остановился, замер, завис полностью. Когда ты чувствуешь, что остановка прошла полностью на 100%, обратно движение, дальше плывешь точно таким же образом. Вот только таким макаром можно добиться очень медленного проплыва. А это, говорю, это еще раз основная цель, то есть медленный проплыв. И дальше ты всплываешь, когда дошел до 22, вертикальный подъем вверх, вверх поднимаешься также дельфином. Вот, это очень важно, потому что нужно осваивать верхнее погружение, всплытие дельфином. И здесь у тебя получается уже следующая картина. То есть, ты не висишь уже на бортике, то есть, ты сразу, вот как ты всплыл, все, соответственно, вынырнул на поверхность. После этого у тебя начинает уже уменьшаться интервал твоего отдыха. То есть, сначала идет 50 секунд, потом идет 40 секунд, 30 секунд. Соответственно, и на 15 секундах, то есть, последний интервал у тебя, последний отдых между погружениями, 15 секунд. После этого считается интервальная тренировка закончена. То есть, ты начинаешь, ну, то есть, другими словами, вот ты проплыл 33 метра, минута отдых, вернулся 33 метра, 50 секунд отдых, проплыл 33 метра, 40 секунд отдых, проплыл 33 метра, соответственно, 30 секунд отдых. И потом останавливаешься на 15 секундах, это, в принципе, цель. Все. После этого ты, считается, переходишь к другим, уже совершенно другим этапам прохождения тренировки. Вот. Здесь картина дальше идет следующая. То есть, дальше отдых и, соответственно, отдых гипервентиляция. Сейчас пауза. Так. Ну, продолжим. Мне приходится делать паузы, иначе никак, иначе запись идет без звука. Но одновременно здесь проконсультировал еще одного товарища. Я нахожусь, сейчас приехал к яхт-клубу, вот, после тренировки. Вот. Итак, следующий этап. После того, как ты дошел до 15 секундной задержки, то есть, за 15 секундовый интервал, это буквально ты успеваешь сделать пару вдохов, 2-3 глубоких, 2-3 глубоких вздоха, не больше. Ты обратно уходишь, и после того, как ты всплываешь, проплыв эти 33 метра, ты считаешь, что тренировку ты, интервальную тренировку ты закончил. Дальше у тебя идет отдых, нормальный отдых, не менее трех минут отдых, потом идет гипервентиляция, продувка, и после этого, вот, сегодня я занялся проплывом вдаль, уже не поперек, а вдоль, не по глубине, а вдоль бассейна. То есть, сначала я сделал пару кругов проплыва, проныров по 50 метров, ну, что, в принципе, для меня не очень сложно, и закончил тренировку, проплыв с разворотом бассейн до 75 метров. То есть, на этом, в принципе, там уже на дорожку пришли дети, и заниматься дальше было невозможно. Все. То есть, как бы, основная тренировка по подводному, по нырку, по подготовке себя к нырку, по фридайвингу была закончена, потому что все, дальше уже я, как бы, просто доплыл, ну, этот, до выхода из бассейна, закупался, проплыв кролем 500 метров после тренировки, то есть, это как обычная процедура, то есть, закупываться обязательно, это, как бы, важная вещь и важный аспект тренировки, и на этом все, вот такая вот интервальная тренировка. То есть, как еще раз говорю, то есть, у меня три идут тренировки. Первая тренировка, это тренировка на статику, в конечном итоге все равно она кончается проплывом на дистанцию, вот, но там идет уже по-другому немножко, идет настрой, идет немножко по-другому, ты плывешь дистанцию. Интервальная тренировка, опять финиш, проплыв дистанции, и, соответственно, когда тренировка полностью посвящена проплыву дистанции, о чем я уже рассказывал, то есть, как это все, в принципе, происходит. Так что, вот, вот такой вот спектр тренировок, которые я веду, результат от них конкретный, то есть, я пришел, подошел к погружению, первый результат у меня лучший был результат, первый раз я опустился вообще там менее минуты, лучший результат был минуты 13, и вот спустя полтора месяца я развил свои возможности для того, чтобы проплыть 75 метров динамику в ластах, причем в ластах не спортивных, а в ластах для, скорее, для подводной охоты на небольшом водоеме, и, соответственно, этот, ни о каком карбоне, там и всех прочих делах речи нет. Вообще, надо об этом деле вообще снять отдельный ролик, наверное, я так и сделаю, потому что, блин, когда начинаешь заниматься, и когда видишь количество понтов, которые тебя начинают окружать, немножко начинаешь охеревать от всей этой процедуры, и надо здесь как-то, наверное, немножко помочь разобраться начинающим, тем, кто вообще только-только-только-только думает о том, чтобы прийти и настроить себя на фридайвинг. Так что вот, тренировки, которые я провожу, они имеют реальный результат. То есть, сейчас у меня динамика 75 метров, что очень неплохо, и статика 3 минуты 9,01 секунды. То есть, вот 3,09. То есть, это последняя статика, которую я сделал в прошлый понедельник. То есть, сегодня вот среда, то есть, тренировки у меня идут понедельник, среда, пятница. То есть, я три раза в неделю сейчас пришел на занятие погружением, потому что, в принципе, скоро уже начинает сезон. То есть, я хочу сейчас себя максимально подготовить. У меня стоит цель. Это выйти на 4 минуты статики и 100 метров динамики. То есть, это вот цель, которую я перед собой поставил, и к которой я иду, ну, не 7-мильными шагами, но уже я начал к ним приближаться. Это тяжело, это очень тяжело. У кого-то, может быть, могут уйти годы на подобное развитие себя, для подобных подвигов. Но у меня на годы планов нету. Я планирую достичь результатов максимум через месяц. Вот. Я вам расскажу, когда я этого достигну, то есть, и когда я к этому подойду. Сейчас, вот результат, полтора месяца, это улучшение статики на, соответственно, 2 минуты. И, то есть, минуты 13, ну, практически 2 минуты до 3.09. И динамику. Первый раз я проплывал максимум 22 метра. Это вот бассейн. Причем я плыл в этот... Проныривал его буквально вот практически на 22 метрах. И сейчас 75 метров. Так что вот, такие результаты, и вы их можете тоже достичь. Если будете заниматься и будете активно заниматься. А сегодня, говорю, я еще сниму пачку роликов. Постараюсь, если у меня получится. Сегодня-завтра. И обязательно их выложу. Это по безопасности, по нырку. Вообще, в принципе, подходы к ныркам. И про тому, как себя готовить к погружениям. Так что вот, будет вопрос, вопрос, как всегда, на почту. Пишите, отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok